Друзья, всем привет! Давно я вам не рассказывал про беговые кроссовки и сегодня особенный день. Во-первых, я расскажу вам про две пары, хотя на самом деле про одну модель. И во-вторых, это первые кроссовки, которые я затестил не где-то там, а в Нью-Йорке. Я в них пробежал весь Централ Парк. Конечно же, я бегаю только в Соконе. Я с ними сотрудничаю уже не первый год. И начинал я бегать в Соконе до сотрудничества, потому что мне действительно нравится эта компания. Поэтому, собственно, мы и начали с ними дружбу. Они выпустили новую модель. Вот только-только-только с печи, можно сказать. Я открою сейчас коробочку побольше, что в коробочке поменьше, я еще расскажу. И эта моделька называется Liberty ISO. Это, в принципе, почти то же самое, что Freedom ISO. С теми же технологиями, такой же практически массой, полностью с Everrun, но с усиленной поддержкой сзади. И даже на официальном сайте сказано, что это практически то же самое, что Freedom ISO, которые получали много наград, которые реально крутые. Ну, для тех, кому поддержка очень важна и она нужна чуть в большей мере. Здесь есть вот такой каркас. Он прямо практически пластиковый, я бы сказал. Очень такой плотненький. И вы знаете, я в них пробежал всего 10 километров. Этому есть логичное объяснение. Не потому, что я мало бегаю, а потому, что сейчас погода такая. Они созданы для сухой погоды, для летнего теплого сезона. Потому, что в них нет гортекса, к примеру. Они не защищены от промокания. И сейчас у нас на улице, ну, просто нереально ослякать. И бегать в таких крутых кроссовках, конечно же, не хочется. Для этого у меня есть Ride 9, к примеру, которые не промокают. И это вообще шикарная модель. Тем не менее, я ехал в Нью-Йорк. Взял в обязательном порядке с собой вообще ни разу не юзанную модель Liberty ISO. И там, собственно, в ней пробежался. У меня была цель и мечта побегать по Централ Парку. Я перед выездом померил линейкой на Google Maps. Он как раз-таки 10 километров. Это моя дистанция, если вы бежите его по кругу, по внутренним дорожкам. Там я уже поделился своими впечатлениями. Можете вкратце посмотреть их. Я не знаю, куда я поворачиваю. Главное, десятку сделать. Нереальное количество людей бегает. Я столько в Барселоне не видел. И главное, что все в высоком темпе. Очень чувствуется, что эти законы лучше, чем фридомы держат стопу. Приятно, что многие в саконях бегают. Ачивка в жизни есть. Кроссовки реально оправдали ожидания. Очень легкие. Полностью overrun. Крутые. И в отличие от фридомов, в которых я бегал весь прошлый год, эти с отличной поддержкой пятки. Здесь прям корсет такой. Там даже написано. И теперь несколько плюсов. Во-первых, они реально легкие. То есть с ними можно путешествовать без вопросов. Особенно с таким рюкзаком, как у меня. Вы просто туда в специальное отделение складываете кроссовку. Беговая форма вся, в принципе, легкая. И я бы сказал, от нуля до плюс скольки угодно градусов по Цельсию вы можете с ними бегать по всему миру. Это, конечно же, хорошо. Во-вторых, у них everrun по всей подошве. И это тоже хорошо ощущается. Особенно учитывая 4-мм оффсет. Когда бегать надо, в принципе, очень правильно. Это помогает. Это крутая тема. И нога в них вообще не ходит. Благодаря крутой фиксации шнурков и благодаря вот этому корсету ты чувствуешь, как будто ты просто бежишь, знаете, в удобных кандалах. Я не знаю, как это сказать. То есть фактически нога вообще не гуляет. И когда ты бежишь по асфальту, наверное, лучших ощущений у меня не было никогда. И это действительно для сезона весна-осень самая лучшая модель, которая у меня была. То есть Freedom и все еще очень крутые. И честно вам скажу, что Freedom мне внешне нравятся больше. Они вообще, ну прям секси очень сильные, если можно так про кроссовки сказать. Тем не менее, я бы их назвал, как и в прошлом году говорил, более для профессионалов даже, чем я. Хотя в них я пробегал все прошлое лето и в целом остался доволен. Но эта модель, она тебя не заставляет думать о чем-то лишнем во время пробежки. Типа так, как правильно ногу поставить, как то, как все. Она все делает за тебя. Если ты хоть какие-то основы знаешь, то эта модель, в общем, я ее очень сильно рекомендую. Это действительно топовая модель. Это очень удобная обувь. Если вы хоть чуть-чуть шарите в том, что такое бег и сможете правильно ставить стопу. То есть вам не нужны вот с такими вот подушками снизу ботинки. То очень сильно рекомендую. Легкие, симпатичные, технологичные. Могу сказать долговечные, потому что у меня ни одни сукони еще не сносились. По километражу у меня есть кроссовки, в которых я пробегал 1200 километров. То есть уже столько и нельзя как бы, да. Я в них уже просто хожу тренироваться. А они все еще выглядят как новые. То есть это реально очень крутая моделька. Ну и, собственно, вторая коробочка. Впервые я вам покажу кое-что очень интересное. Дело в том, что я решил Анюточку подсадить на бег. И, естественно, я решил, что бегать надо начинать с правильной обуви. Поэтому еще одна пара Либерти и СОН, но уже женская. Решил Анюточке тоже взять Либерти. Из новой коллекции будут и у меня, и у нее Либерти. Ого! Ого! Вот такая моделька. Есть несколько цветов. Есть два цвета. Мужской серый и синий. И есть женский. Как Анюточке подарить другой цвет, как нерозовый? Она оттащится от этого цвета. Причем он не сильно той розовый. Он такой красно-розовый. Очень симпатично выглядит. В принципе, и мужику было бы нормально в таком. Они настолько красивые. Анюточка иногда говорит. Сейчас еще бегать, конечно, рано. Потому что, ну, я уже сказал, у нас слякой. Но она их просто достает, чтобы так посмотреть, понаслаждаться и ждет, когда же уже потеплеет. Когда эта вся слякоть сойдет, чтобы просто взять в них и выбраться куда-нибудь. Моделька просто нереально крутая. И я ее рекомендую. Кстати, интересный факт. В завершении этого видео я тестил эти кроссовки в Нью-Йорке, в Централ Парке. И когда я готовился к этому ролику, я, естественно, зашел и на официальный сайт посмотреть, что там да как. Они сняли просто-таки шикарное видео, рекламное видео этих кроссовок. И полностью сняли его в Нью-Йорке. Я не знаю, почему такое исключение обстоятельств. Кстати, видео реально крутое. Я ссылочку, если не забуду, оставлю в описании. Но прикол в том, что я прям почувствовал себя таким участником этого ролика. Поэтому, друзья, спасибо вам за то, что вы смотрите мой канал. За то, что поддерживаете меня в моих начинаниях. Доверяйте мне, потому что я знаю, что после каждого видео кроссовки покупают. Что угодно, что я рекомендую, покупают. Но и это логично, потому что говна я вам не посоветую. SACONI Liberty SO офигенная модель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте свои вопросы в комментариях. Всем пока!